Посадка в салон на сидячие места и вход строго в масках. Такие предписания наклеены на каждом автобусе, трамвае или троллейбусе. Только пусть и звучат они грозно, но выполняются с трудом. Соблюдение карантинных норм в общественном транспорте оставляет желать лучшего. Всего пару дней назад казалось, что жизнь вернулась в прежнее русло. Но после нескольких штрафов водителей, на лицах пассажиров вновь появились маски. Каждый водитель стоит перед выбором – выплатить 17 тысяч гривен или проконтролировать наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров, при этом, конечно, услышав пару ласковых. Желающих попасть в общественный транспорт, как всегда, много, а вот мест на всех не хватает. Утром на конечных остановках образуются очереди. Одесситы возмущены ограниченным количеством транспорта, но поделать ничего не могут. Ждут в среднем от 10 до 20 минут. Если в 7 не уехал до 7, все, не уедешь. С поселка не уедешь утром, а вечером не заедешь. Важно хотя бы в толпе маски быть. Не надо ее носить везде. Вот в маршрутке едешь – одень маску и все. А так зачем ее носить везде? Если ты ходишь, в маршрутке не ездишь, занимаешься спортом, то зачем тебе маска? Некоторые пассажиры пытаются игнорировать правила. Однако попасть в салон транспорта без маски не получается. Еще одно задокументированное ограничение. Занимать можно только сидячие места. Если в трамвае или троллейбусе наличие средств индивидуальной защиты контролируется диспетчерами и кондуктором, то с маршрутками вопрос стоит по-другому. Водители правила знают, но и не пускать людей не могут. Особенно в тех случаях, когда пассажиры любой ценой пытаются зайти в маршрутку. Угрозами позвонить в полицию или пожаловаться администрации автопредприятия водителей уже не удивишь. Несмотря на полугодовую закалку, маршрутчиков становится меньше. Водители уже приноровились скрывать количество пассажиров в салоне. Методы выбирают разные – тонированные окна или плотно затянутые шторы. Не надо, нас увольняют потом. Серьезно увольняют? Нет, просто не надо. А как люди реагируют? Почему? Уже привыкли все к карантинным мерам. Но очереди у вас большие? Ну а что делать? Все в масках. Потому что по сидячке. Сегодня только по сидячке или в принципе? В принципе по сидячке. В принципе по сидячке, поэтому машины не успевают. По понятным причинам выразить свое недовольство на камеру согласились немногие. Однако смелого водителя мы все-таки смогли найти. Штрафы большие, безумно. Они таких денег не зарабатывают, водителя маршруток. Конечно штрафовали, меня штрафовали, коллег. Каждый второй штрафован. Но водителя забот хватает. И так, водитель занятой человек. У него два зеркала, лобовое стекло. Еще контролировать пассажиров в масках невозможно просто физически. Похоже, чтобы добраться в пункт своего назначения, понадобится немного терпения и отстоять в утренней очереди. А вечером, чтобы вернуться домой, квест придется повторить. Общественный транспорт – это испытание в любое время года. Да и пользоваться им в условиях карантина нужно крайне осторожно. Хорошо, если вы работаете рядом с домом. У вас есть все необходимое для жизни под рукой. Но увы, так повезло не всем. Вот несколько советов для тех, кто вынужден пользоваться общественным транспортом. Носите маску. Так в первую очередь вы защищаете себя. Стоят они не так дорого. Пошить одну или смастерить ее, чтобы повторно использовать, не занимает много времени. Постарайтесь минимизировать контакт с валютой. Не поленитесь подготовить нужную сумму сразу, если есть такая возможность. Выбирайте менее загруженный маршрут. Несколько остановок можно пройти пешком. Но в случае необходимости всегда можно пересесть на другой автобус. Пользуйтесь антисептиком. Этим все сказано. Вы же воспитанный человек. Насколько это возможно? Держите дистанцию. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы поездка в общественном транспорте была безопасной для каждого из нас. Татьяна Бурумбей, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.